А теперь поговорим о пищевой соде и способах ее применения из средневековых источников. Чтобы досконально разобраться с действием пищевой соды, очень важно знать мнение средневековых целителей, которые не знали ОПХ организма, крови, совершенно с иных позиций подходили к описанию ее свойств и действий. Итак, вот что пишет Авиценна в каноне врачебной науки. 87. Баврак. Так тогда называлась пищевая сода. Сущность. Баврак крепче соли и всех веществ с такой же силой, но не является вяжущим. Его иногда жгут в глиняной посуде над пылающими углями, пока он не прокалится. Понятие сущность вкладывается наиболее яркая характеристика и сила действия на организм. Например, характеристика вяжущей силой действия от слабо ощутимой на вкус до сильнейшего спазма. Вы ели хорму? Так вот, она может слегка пищевод завязать, а может и сделать так, чтобы будет спазм удушливый. Но вернемся к пищевой соде. Вяжущие действия заключаются в обезвоживании и стягивании. Запомним, обезвоживание и как его следствие стягивание ткани. Выбор. Лучший баврак армянский. Он легкий, пластинчатый, рассыпчатый, губчатый, белого, розового или пурпурного цвета и сильно жгучий. Очень информативные характеристики. Легкий, рассыпчатый, губчатый и сильно жгучий. То есть перед нами описание вещества, способного очень сильно поглощать и удерживать себе влагу. Это сильное высушивающее средство. Баврак из ифрикии в отношении других сортов баврака занимает такое же место, как баврак. Обыкновенный в отношении соли. Баврак применяют внутрь по важным причинам. То есть может высушить нутро и тем самым нанести вред здоровью. Пена баврака более разряжена, чем сам баврак. И обладает теми же свойствами. Лучшая пена это рассыпчатая пена мраморного баврака, которая даже лучше его. Пена баврака, афронитр, то есть пена нейтрона. Так называется азотно-кислый натрий или калий. Естество горячее, сухое, у предела второй степени. Сухость баврака иногда переходит в третью степень. Вот мы и подошли к тому, что же делает пищевая сода. Высушивает, обезвоживает, пережигает. А именно эти свойства, которые не любят грибки и вредные микробы, они живут и процветают во влажной среде. А пищевая сода, эта среду у них отнимает и не погибает. Вот как без PH объяснено действие пищевой соды. Действие и свойства. Баврак сильно раскрывает поры и промывает, особенно ифрикийский. Он вызывает шелушение, очищает и открывает густые соки. Раскрывает поры и промывает, потому что за счет осмоса сильно втягивается в воду из окружающих тканей. Он буквально сосет ее из окружающих тканей. А после того, как произошло обезвоживание ткани, она делается сухой и потому шелушится. Открывает и очищает за счет того, что вместе с током жидкости поглощаемой пищевой содой отторгается слизь, густые соки, ранее плотно прилипшие к поверхности. Особенно это касается таких мест в организме, где имеется слизь, желудок, кишечник. Поэтому важно соблюдать меру, чтобы не причинить вред слизистым оболочкам. Все вещества, обладающие свойствами баврака, являются слегка вяжущими и отлично очищают вследствие присущей им солености. За исключением баврака ифрикийского. Ибо ифрикийский баврак не вяжущий, а очищающий. Что представляет собой соленость? Соленость позволяет возникнуть действующим силам осмоса. Когда вода движется в сторону, большие концентрации соли с целью разбавить ее и сравняться. Так вот, пока жидкость движется в сторону концентрированного солевого раствора, она увлекает все на своем пути и за счет этого очищает. Еще раз напомню, что вяжущее действие возникает вследствие обезвоживания и уплотнения ткани. В результате этого процесса жидкая часть со всем растворимым содержимым выходит из этого места, что понимается как очищение. Косметика. Баврак, будучи посыпан на волосы, придает блеск волосам. А в виде лекарственной повязки притягивает кровь к поверхности тела и улучшает цвет лица. Он полезен от худобы. От усиленного употребления его лицо иногда чернеет. Теперь нам понятно, за счет чего притягивается кровь к поверхности тела за счет осмоса. Что касается полезности от худобы, если пищевая суда принимается грамотно и в разумных пределах, она постепенно и равномерно распределяется среди тканей организма и держит в них воду. В результате человек выглядит более молодым, когда тургор его тканей был выше. А вот усиленное и неправильное употребление может настолько подсушить человека, притянуть жидкость внутрь, что кожа от обезвоживания чернеет опухоли и прыщи. Баврак полезен от чесотки, так как рассасывает гной, особенно баврак ифрикийский с уксусом. Он также помогает от жараба. Обезвоживание гнойного места его подсушивает и убивает гноеродную инфекцию. Орудие с суставами. Из баврака приготовляют восковую мазь от паралича. И специально от паралича в конечной стадии, особенно когда болезнь спадает, он также полезен от сведения нервов, органов головы. Баврак полезен от перхоти, а его пена с медом, если ее пускать в ухо, очищает и открывает закупорки и приносит пользу от логоты. Вместе с виноградным вином или с исоповым сиропом баврак помогает от звона в ушах. Перхоть. Вследствие чрезмерного размножения грибков особого рода из-за загрязнения кожного покрова жиром и прочими веществами. Пищевая сода, подсушивая кожу головы, быстро их уничтожает и нормализует состояние кожной поверхности. Очищение ушей достигается за счет комбинации меда и пищевой соды. Соединенные вместе, они сильно тянут воду на себя, за счет чего отрывают плотную ушную слизь и выводят ее наружу. Органы питания. Баврак скверно действует на желудок и портит его. Ифрикийский баврак вызывает рвоту. И если бы не его очищающие свойства, он отрывал бы соки в желудке сильнее, чем все прочие виды баврака. Вместе с инжиром из него приготовляются лекарственные повязки от водянки, которые вызывают ее уменьшение. Верно подмечено вредное действие пищевой соды на желудок. Она лишает слизистую оболочку защитной слизы и тем самым портит желудок. Но если мы соду гасим, это действие не такое жесткое, как негашеный. Плюс, если мы принимаем все это натощак. Очищение желудка с помощью рвоты. Показано тогда, когда в желудке скапливается чрезмерное количество слизи, которое уменьшает его пищеварительные способности. Эта процедура профилактически делается во время смены сезонов года, особенно ранней весной. Здесь важна дозировка пищевой соды и точное назначение рвотных процедур. Их должно быть достаточно, чтобы нормализовать пищевые способности желудка и не навредить его слизистой оболочке. Для того, чтобы пищевая сода тянула воду из организма, нужны волокна, ее удерживающие. И для этого используют инжир. Органы извержения. Введенный в виде свечек. Баврак отпускает естество. А когда его принимают внутрь с рутой и кумином или с отваром сока руты и укропа, то он успокаивает рези в кишках. Принятый с этими и подобными им веществами, баврак превосходит действие соли. Его пьют с некоторыми лекарствами, убивающими кишечных червей. И он изгоняет их. То же самое, если натереть бавраком живот и пупок и сесть близко к огню. Он убьет кишечных червей. Люди, описавшие методику и знание глистов с помощью клизм с пищевой содой, не знали, что нечто подобное уже придумано и описано на тысячу лет раньше. И изюминка заключается в том, что можно и знать глистов без клизм. Оказывается, не обязательно контакт раствора пищевой соды непосредственно с паразитами. Оказывается, его горячие, обезбоживающие, вяжущие свойства дополнительно усиливаются от энергии огня. И это приводит к тому, что вся область живота, особенно пупка, где гнездятся присосавшиеся аскориды, становятся огненной, обезвоженной, стянутой. От этого у кишечных червей наступает сжатие, обезвоживание, паралич. Дополню эту методику. Если стул после этого метода становится тугой, возникает запор, обязательно поешьте слизистые кашки. Вставьте в ванную свечку из замороженного слизистого сливочного масла. Для того, чтобы смягчить все это. Рези в кишках образуются от разных причин. И одна из них повышено газообразование в результате дисбактериоза. Вот здесь пищевая сода и укроп весьма эффективны. Яды. Всякий баврак, особенно ифрикийский, чрезвычайно полезен от отравления грибами. Все равно, будет ли этот баврак сжженный или не сжженный, также действует его пена. С ослиным или свиным жиром баврак прикладывают к месту укушенному бешеной собакой. С водой пьют от опоя шпанскими мушками то, что называется афронитрон. А с комедию фирулы вонючие баврак пьют, чтобы устранить вред от бычачьей крови. Как говорится, не в бровь, а в глаз прекрасно действует против отравления грибами. А в связи с темой онкологии, возникающей от грибков, становится понятным, почему пищевую соду можно применять и от рака. Вообще, Авиценна считал пищевую соду лекарством от тысячи хворей. А для сжигания жира рекомендовал употреблять ее с черным перцем. Вот эту методику я, пожалуй, и опробую для того, чтобы уменьшить внутренний жир. Теперь перейдем к высказыванию Амирдавлата Амасиация. Данное им о пищевой соде, описанное им о пищевой соде в книге, не нужное для неучи. Параграф 2073. Натрун, сода. Говорят, что это армянская бура, то есть пора и армения. Она бывает белой и красной. Лучшим видом является белый. Природа его горячая и суха в третьей степени, что указывает на сильные обезбоживающие свойства, которые не любят разного рода паразиты. Обладает очищающими свойствами. Здесь действует осмос, описанный мной выше. Она удаляет веснушки, а также сыпь с лица. Если водным раствором вымыть тело, то уничтожить вшей. Пищевая сода. Все-таки какой-то природный яд, действующий на паразитов. Но относительно безвредный для самого организма. Она помогает и при бельме в глазу. Бельмо, как плотная слизь на оболочке глаза, может отходить от нее, если создать ток жидкости от глаза наружу. К тому же, как вяжущее средство, пищевая сода, изменит структуру ткани самого бельма и тем самым вызовет ее самопроизвольное отторжение. В целом, это весьма тонкая ювелирная операция по нанесению порошка соды только на область бельма. Чуть-чуть иначе и можно повредить глаз. Разжижает густые влаги. Я уже подробно описал. Помогает при колике, если сделать клизму, смеси с соком инжира. Если сделать припарку, то рассосет опухоль с селезенки. Если смазать смеси с маслом или медом половой член, то вызвать половое желание. Половое желание возникает от прилива крови, а пищевая сода это может сделать. Для мягкости действия используют масло или мед. Сода выводит ветер из грыжевого мешка. Если же смазать грыжу в смеси с ажгоном и капустным соком, то выведет из нее воду. А заменителем ее является бура. Пятое. Пищевая сода – пепел божественного огня. После такого рассказа древних врачевателей о пищевой соде, нам будет понятно ниже следующая информация эзотерического характера. Начнем с древнего Египта. Там был культ пищевой соды. Натром называли соду, а второе значение этого слова – бог. Жрецы же именовали Хемнатр – раб бога. При этом египетские жрецы были обязаны постоянно жевать соду. Они верили, что сода – проводник между мирами людей и богов. Во время раннего христианства в Египте процветало отшельничество. Огромное количество монахов-отшельников занимались духовными практиками в Нитрийской пустыне, которая представляла собой покрытую содой землю. Протяженность Нитрийской пустыни около 40 километров. Это место в древнем мире почиталось превыше пирамид и носило название Божьего Града. А в библейском выражении «вы соль земли» относится к соде. В древнем мире было поверить, что сода связана с божественным огнем, и в ней находится сверхэнергия. Древние йоги употребляли ее для пробуждения сверхспособности. Они считали, что насыщение организма содой усиливает энергетику организма и рекомендовали ее принимать от мужского бессилия. Древние славяне называли соду «слезами ангелов» и верили в то, что она отпугивает нечисть, потому что обладает огненной природой, которую не выносят разного рода тонкоматериальные сущности. Поэтому древние славяне использовали соду для того, чтобы гнать бесов, лечить беснование. Использовали пищевую соду древние славяне и для приготовления чуда-напитка, увеличивающего силу и выносливость человека. Так воинов поили перед ратным делом напитком, состав которого входили родниковая вода, мед и пищевая сода. Принимали его особым образом. Напиток держали между ладонями, лицом на восток и обращались к солнцу с особым заговором. Кстати, а получали они соду путем промывания пепла растения, солянки, садоносной. На Олимпийских играх в 1972 году нашим спортсменам ставили перед соревнованиями капельницы из соды. Это позволило во время выполнения физической нагрузки предотвращать слепание эритроцитов, что на 20% улучшало выносливость. В итоге команда СССР заняла первое место с 50 золотыми медалями. В V веке римские солдаты приходили купаться в особые источники с содовыми ваннами, это было в Бельгии. После принятия этих ванн в них исчезала усталость, а раны затягивались. Оказывается, при ранении, воспалении, нагноении образуется эксудат, жидкость, в которой развивается нагноение. Сода, приложенная к ране или омытая содовой водой, вытягивает жидкость и рана не гниет. Вообще оказалось, что пищевая сода – мощный антисептик, обладающий обезболивающим действием. Алхимик Альберт Великий, это средневековый, 1193-1280 год, работал над созданием эликсира молодости, в состав которого входила пищевая сода. А после научных исследований доказали, что пищевая сода уничтожает свободные радикалы и этим предотвращает преждевременное старение организма. Старение организма вызывает шлаки и яды от неправильного питания, негативного мышления, которые постепенно накапливаются в течение жизни. Они относятся к кислотам, с помощью пищевой соды их можно нейтрализовать и тем самым продлить жизнь и улучшить ее качество. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...